Добрый день, друзья! Я Владимир Сурдин, астроном. Работаю в астрономическом институте имени Штернберга Московского университета. Тему лекции вы видите – космические невидимки. Начнем с того, что природа постоянно морочит нам голову. Она демонстрирует яркие безделушки, а в это время в темноте скрывает самое важное. Ну, безделушками я называю, конечно, звезды и планеты. Столетиями астрономы смотрели в космос и думали, что звезды и немногочисленные планеты – это самое важное, потому что они хорошо видны глазу, а глаз – наш главный проводник информации. Да, звезд много, да, они яркие, поэтому хорошо видны на больших расстояниях. Планеты хуже. Планеты мы едем только в нашей Солнечной системе, а вдалеке рядом с другими звездами научились различать их совсем недавно. Но научились. Звезды и планеты. И казалось, ничего нет в космосе. С космос – это и есть звезды и планеты. Но если приглядеться, а приглядывались еще наши учителя и даже предки, кое-что можно увидеть, кроме них. Посмотрите, во время солнечных затмений мы видим то, чего не видим обычно, глядя на Солнце – солнечную корону. Когда Луна днем создает нам темноту, мы начинаем видеть то, что было скрыто в этой темноте – тонкие лучи солнечной атмосферы, постоянно покидающие наше светило. Пожалуй, это было единственное скрытое, что видели наши далекие предки. Но редко. Кто из вас видел солнечное затмение? Полное. Очень редко удается его увидеть, но описания сохранялись, и люди знали, что есть на небе что-то, что можно увидеть изредка, что скрывается обычно в ярком солнечном излучении. Но самые наблюдательные замечали кое-что еще. Зимой в созвездии Орион, под поясом Ориона, там, где любители знают меч Ориона, скрывается такое туманное пятнышко. Глядя на него невооруженным глазом, мы понимаем, это не звезда. Но что это? Трудно было понять, пока не появился телескоп. И вот телескоп показал нам, что это. Это гигантское облако разогретого газа, разогретого молодыми звездами. Что, только такой газ есть в космосе? Конечно, нет. Это малая доля гигантского, по-настоящему гигантского, темного, холодного, невидимого облака, которое практически закрывает, занимает все созвездие Орион. Но нам видно только то, что видно. Только то, что видно в оптическом диапазоне. Оптический диапазон – наш любимый, наш единственный диапазон, в котором наши глаза воспринимают приходящий из Вселенной свет. Он очень узкий. Одна октава, как сказал бы музыкант, от 400 до 700 нанометров. И все? Ну, конечно, нет. Конечно, электромагнитные волны простираются в обе стороны до бесконечности. Вот есть электромагнитный диапазон от гамма до радио, и нет ему конца. А наши глаза выхватывают из него крошечную часть. Но она рассказала нам кое-что о Вселенной. Мы думали, что все. Конечно, нет. Когда появилась радиотехника, мы узнали, что есть второе окно. Второй диапазон, в котором наша атмосфера прозрачна. Радио. Он намного шире. Посмотрите радиодиапазон, сравните его с оптическим, и вы поймете, что в радио мы принимаем гораздо более разнообразные волны. Но для этого нужна была техника. Техника появилась. Появились сначала военные радары, а потом переделали их и модернизировали в радиотелескопы. И теперь мы смотрим на Вселенную в радиолучах. Это очень интересно. Мы видим то, о чем даже не подозревали. Холодную пыль, молекулы, холодные планеты, которые не светят в оптике. Но радио – это радио. А наши глаза не воспринимают радиоволны. Надо как-то преобразовать радиокартинку. И вот появилась необходимость радиоизображения сделать видимым для глаз. А в этом деле каждый волен поступать по-своему. Перед вами две фотографии одного и того же радиообъекта. Это знаменитая галактика Лебедя, радиогалактика. Сама галактика – это малюсенькая точка между вот этими огромными радиоушами, ну, областями радиоизлучения. Каждый специалист по-разному раскрашивает то, что он представляет публике. Обычно цвет и яркость передают мощность радиоизлучения. Но как именно передают? Это волен делать каждый специалист. И мы поэтому получаем разные картинки одного и того же изображения. Но это очень интересно. Мы видели крошечную точку на небе, да и то с трудом. Только профессиональные телескопы. Я в молодости как раз наблюдал этот объект. А Cygnus A, точнее говоря, Лебедь A. И знаю, что только профессиональный телескоп с большим трудом может схватить это пятнышко на небе. А радиотелескоп видит огромные области излучения, которое родилось, когда из галактики были выброшены плазменные сгустки. Сегодня за пределами атмосферы летают космические обсерватории, которые покрывают весь диапазон электромагнитного излучения, который не проходит сквозь атмосферу на поверхность Земли. То, что проходит, мы наблюдаем с поверхности. То, что не проходит, приходится наблюдать из космоса. Когда-то были попытки на этих обсерваториях держать наблюдателей, живых операторов. Это были не астрономы. До сих пор ни один астроном в космос не летал. Это были пилоты космических аппаратов, которым поручили наблюдать с помощью оптических инфракрасных радиотелескопов. Но оказалось, что это не очень продуктивно. Сегодня все космические обсерватории работают автоматически. Мы наблюдаем с Земли за тем, что они видят в космосе. Это очень продуктивно. Они работают годами, не требуют присутствия человека там, на борту. И сегодня у нас наши глаза распахнуты практически на весь диапазон электромагнитных волн. Но есть еще одна темная сущность, которая не является излучением. Хотя называется космические лучи. Это историческая ошибка. Она до сих пор сохраняется в нашей терминологии. А космик рейс, космические лучи, они никакие не лучи. Просто наши учителя в начале 20 века заблуждались, когда открыли эту сущность. Они думали, что это тоже электромагнитное излучение, потому что в начале века были открыты рентгенские, гамма-лучи и еще что-то, приходящее из космоса. Но это оказались не лучи. Это потоки элементарных частиц. А иногда не совсем элементарных ядер, атомов. Итак, космические лучи. Мы, конечно, задолго до 20 века чувствовали их присутствие в космосе. Полярное сияние. Это их работа. Когда они внедряются в атмосферу, она начинает светиться. Полярное сияние видели давно, но интерпретация появилась только в конце 19-го, начале 20-го века. Это космические лучи работают. В основном от Солнца, но и от других звезд и галактик тоже. Открытие произошло случайно. Открытие физики, ну, в данном случае это был немецкий, а, австрийский физик Виктор Гесс, изучал степень ионизации воздуха. Если электроскоп, обычный школьный электроскоп, зарядить, он постепенно потеряет заряд. Почему? Ну, потому что в воздухе летают свободные заряды, которые к нему притягиваются и нейтрализуют его. Как меняется степень ионизации воздуха, постепенно выясняли, поднимая электроскоп все выше и выше в горы. Было очевидно, что чем выше, тем слабее ионизация воздуха, потому что поток ионизирующего излучения идет из-под поверхности Земли, от радиоактивных элементов. Урана, тория и так далее. Но, начиная с некоторой высоты, а это особенно проявилось, когда Гесс и его сотрудники поднимались в аэростатах далеко в верхние слои тропосферы, ионизация воздуха начинает нарастать. Значит, есть еще какой-то источник ионизации, действующий сверху, из космоса. Так были открыты космические лучи. Выяснилось, что это потоки быстрых протонов, в основном протонов, то есть ядер водорода, ядер гелия, или, как физики говорят, альфа-частиц, ну и ядер других химических элементов, вплоть до железа. Практически состав космических лучей, состав нашего Солнца, вся таблица Менделеева, ну, по крайней мере, до железа и ему подобных, никель и так далее. Они внедряются в атмосферу, сталкиваются с молекулами, атомами нашего воздуха и начинают производить другие частицы. Мы знаем, при столкновении элементарных частиц начинают рождаться им подобные. Для этого создают ускорители на Земле, но какой-то ускоритель космический обеспечивает нам это бесплатно со стороны космоса. Протон вылетает, начинает дробиться на более элементарные, легкие, ну и менее энергичные частицы. И к Земле постепенно приближается целый поток, целый дождь таких элементарных частиц. Их можно наблюдать и в космосе, когда мы ловим саму исходную элементарную частицу, исходную частицу космических лучей. И в атмосфере на больших высотах, и на малых высотах. И даже некоторые из них могут пробиться под воду, под скопление горных пород. И каждая такая возможность, она очень полезна. Мы используем слой атмосферы, слой горных пород или слой воды в океане, как фильтр, который задерживает одни частицы, но пропускает другие. И те, что нам интересно, мы ищем там, где это наиболее эффективно. Энергия этих частиц поражает. От Солнца летят примерно такие же, как сегодня физики могут создать лаборатории на ускорителях. В этом смысле Солнце интересно как объект наблюдения, не особенно полезно как источник таких космических частиц. Перед вами график очень важный. На нем по горизонтальной оси отложена энергия, а по вертикальной количество частиц, имеющих такую энергию. В космических лучах, конечно, больше всего не очень энергичных частиц. Там наверху вы видите максимальное их количество. И чем больше энергии частиц, тем меньше таких прилетает на Землю. Но обратите внимание, с какими энергиями они прилетают. Самые энергичные несут в одной частице, в одном протоне 10 в 20 степени электрон-вольт. Электрон-вольт это элементарный кусочек энергии, которым оперируют физики. Электрон, проходя разность потенциалов в 1 вольт, разгоняется до такой кинетической энергии. 10 в 20, знаете, что это такое? Вот хоккеист. Один из самых мощных в мире. Когда он бросает шайбу, она имеет такую же кинетическую энергию. Вы хотели бы попасть на пути вот такой шайбы? Я бы не хотел. Она разбивает кирпич. Такую энергию несет один протон. Откуда он ее взял, мы пока не знаем. Самые легкие частицы испускает Солнце. Частицы средних энергий прилетают нам от взрывов сверхновых звезд. Частицы более высоких энергий прилетают откуда-то из-за пределов нашей галактики. Непонятно пока из какого источника. Но вообразить себе его можно. Окрестности черных дыр, нейтронные звезды и так далее. Но какой природный ускоритель создает нам протоны с энергией 10-20, а иногда даже 10 в 21 степени электрон вольт, то есть такую энергию, как несет кирпич, брошенный со скоростью автомобиля, понять это совершенно невозможно. Это очень полезная вещь, космические лучи. Солнечные? Не очень. Мы уже умеем создавать такие лаборатории на Большом Адронном Коллайдере, например. А вот те, которые несут максимальную энергию, они в миллион раз или даже в миллионы раз энергичнее тех, которые создает сегодня Большой Адронный Коллайдер, это самый мощный ускоритель на Земле, и даже тех, которые создадут перспективные ускорители. Никогда на Земле не будет создан прибор, способный разогнать протоны или другие элементарные частицы до таких энергий. А это значит, единственный их источник – космические лучи. А физики обожают высокоэнергичные частицы, они их любят сталкивать друг с другом и смотреть, что при этом получается. А получаются новые физические явления. Вот недавно на Большом Адронном Коллайдере открыли бозон Хиггса. Без энергичных частиц это было бы невозможно. А так он в некотором смысле завершил теорию элементарных частиц. Что принесут нам космические лучи? Мы не знаем, мы только начали ловить эти самые энергичные. Это не очень просто, я бы сказал. Нам нужно каким-то образом, чтобы частица проявила себя. А их очень мало. И угадать, где мы должны поставить прибор, чтобы частица ударила в него и проявила себя, нелегко. Ну, например, самые энергичные из них прилетают примерно раз в столетие на площадь в один квадратный километр. То есть, если вы создадите прибор размером в один квадратный километр и будете ждать у него сто лет, может быть, одна частица прилетит. Ну, это же невероятно. Физики поступают по-другому. Мы выяснили, что, влетая в атмосферу Земли, самые энергичные космические лучи создают пучок вторичных лучей, который тоже летит с большой скоростью, почти со скоростью света, и в атмосфере Земли производит вспышку черенковского излучения. Оно рождается, когда электрически заряженная частица летит быстрее света в данной среде. В вакууме это невозможно. А в атмосфере Земли свет не так быстро распространяется, как в вакууме, а частица заряженная все равно летит почти со скоростью света. И она рождает вспышку черенковского излучения, коротенькую, которую можно, поставив какой-то уловитель света на площади в несколько квадратных километров, эта вспышка падает где-нибудь на этой площади, поймать хотя бы часть этой вспышки. И таким образом, с помощью вот таких концентраторов света, они так и называются, черенковские телескопы или черенковские детекторы, мы ловим вспышечки, создаваемые космическими лучами в атмосфере Земли. Иногда это не один телескоп, иногда целая система таких черенковских телескопов, больших и маленьких, которые направлены в одну точку, и они пытаются как-то оконтурить ту вспышку, найти ее границы, найти полную мощность, а значит перевести ее в мощность той частицы, которая влетела в атмосферу Земли. Так что глазом мы этого не замечаем, а вот такие ловцы космических вспышек наземные, они это делают у нас в стране и за рубежом, сейчас это очень модное направление астрофизики. Кстати говоря, не исключено, что глазом некоторые люди все-таки их замечают. Знаете где? Среди космонавтов, когда заряженная частица влетает в глазное яблоко, она попадает тоже в такую стекловидную среду, где может происходить черенковская вспышка. И космонавты неоднократно говорили, что закрыв глаза, они наблюдают короткие яркие вспышки излучения. Скорее всего, это вот такой маленький черенковский телескоп, точнее говоря, два, в голове каждого космонавта. По крайней мере, явление очень похоже. На Земле поток космических, вторичных космических лучей постепенно ослабевает. Поэтому исследователи стараются поднять свои приборы как можно выше в горы, поставить их на горных плато, на горных вершинах, и действительно у нас вот в районе Памира такие стоят, а в Мексике такие на горном плато стоят. Это самое выгодное место для исследования вторичных космических частиц. Чем больше детектор, и чем больше количество таких детекторов, тем больше вероятность поймать самые интересные, самые высокоэнергичные. Вот сейчас один из таких работает, эта обсерватория называется имени Пьера Аже, это французский физик, который много занимался в этом направлении исследованием. В Аргентине на огромной территории, сотни квадратных километров, стоят такие водяные баки, попадая в которые частицы производят черенковскую вспышку, и там светорегистрирующие приборы, фотоэлектронный умножитель, схватывают эти фотоны и сообщают нам о частицах. Очень любопытный вариант такого прибора реализованного у нас на озере Байкал. Вообще Байкал крайне любим физиками, я еще не раз вернусь к Байкалу. Но в данном случае на Байкале, над Байкалом зимой, летает аэростат, на котором светоуловитель смотрит не вверх, не туда, откуда должны прийти черенковские вспышки, а вниз. Почему? Да потому что Байкал очень ровный, и зимой очень белый, покрытый снегом, и эта вспышка, приходя из космоса, отражается от снега, ее легко поймать. И вот таким образом физики Московского университета, где я работаю, соорудили уже не первый год эксперимент Сфера. В данном случае Сфера-2 у вас на слайде. Это такой привезной аэростат, который парит над чистой снежной поверхностью и регистрирует отраженные от нее вспышки. Очень дешевый в каком-то смысле и эффективный метод исследования космических лучей. Он покрывает своим взглядом большую площадь, и где бы ни произошла вспышка, он обязательно ее заметит. В этом смысле один детектор решает проблему, для которой на поверхности Земли надо было бы построить целую сеть таких же черенковских детекторов. Там же, недалеко от Байкала, у южной его оконечности, на территории Бурятской республики, в данном году, я думаю, закончен уже будет эксперимент Тайга. Закончен в смысле строительства, будет завершено. Это тоже большое количество фотоумножителей, такие большие приборы, которые каждый квант света, приходящий сверху, улавливают. И там, в Тункинской долине, они расположены на большой площади и одновременно фиксируют вот такие космические вспышки, связанные с тем, как в атмосферу Земли внедряется быстрое... Обычно это быстрый протон, но бывают и ядра более тяжелых элементов. Вот Тунка и Байкал, которые рядом с ней сегодня, это очень физические, любимые физиками места для экспериментов с космическими лучами. Есть еще одна надежда, пока не реализованная, использовать Луну с этой целью. Особенно ту сторону Луны, которая не видна с Земли, обратную сторону. Почему? Да потому что, когда вы летаете, например, на спутнике, над обратной стороной Луны и заслоняете лунным шаром земной шар, никакие радиопонехи вас не могут достичь. И ваши приборы могут принимать очень слабое радиоизлучение. А оно рождается, если космическая частица внебряется в лунное тело. Тогда из недр Луны поднимаются радиоволны, тоже черенковское излучение, только в радиодиапазоне. И его можно принимать. Луна становится частью экспериментального прибора. Тоже очень выгодная, тоже очень красивая идея, которая, наверное, будет реализована, потому что к ней, к такому наблюдению уже готовятся физики. Есть еще одна космическая частица, но совсем невидимая. Это нейтрино. В начале 20 века были зарегистрированы заряженные частицы протоны, альфа-частицы, прилетающие из космоса. И только в конце 20 века удалось зарегистрировать незаряженную, нейтральную частицу, поэтому она называется нейтрино, которая почти ни с чем не взаимодействует, поэтому никак не удается ее поймать. А мы знали еще с середины 20 века, что они должны рождаться в недрах звезд, и особенно в большом количестве, из недр Солнца к нам прилетать, потому что термоядерные реакции по необходимости рождают нейтрино. И более того, только нейтрино может нам принести из недр Солнца весть о том, что там происходит. В термоядерных реакциях рождается большое количество энергии, в основном в виде гамма-излучения, но пока оно сквозь недра Солнца проберется к поверхности, проходит порядка миллиона лет. И забывает оно уже обо всем и не несет никакой информации о том, что происходило там, в ядре, где термоядерные реакции протекают. А нейтрино, родившись сегодня в ядре Солнца, уже через 8 минут, пройдя сквозь солнечное вещество без всяких потерь, через 8 минут почти со скоростью света долетает до Земли, и мы вот можем фиксировать здесь то, что 8 минут назад происходило в недрах Солнца. Все остальные вестники, только поверхность Солнца нам показывают, гамма, радио, рентгеновское, оптическое излучение, мы видим только солнечную поверхность, его полупрозрачную атмосферу. А нейтрино, нейтрино приходит из глубины, причем приходит в огромном количестве, даже иногда страшно становится, как много их приходит. Вот перед вами расчет. Мы знаем светимость Солнца, а значит знаем, какое количество нейтрино в секунду покидает солнечный шар. И легко можем посчитать, это школьная задача, сколько из них прилетает на поверхность Земли. Ну, например, на квадратный сантиметр кончика нашего носа. Знаете, сколько? 100 миллиардов. Каждую секунду 100 миллиардов нейтрино пронизывает ваш нос. И еще 100 миллиардов любой другой кусочек вашего тела размером в квадратный сантиметр. Вы это замечали? Нет. И я нет. И физические приборы не замечают, пока мы не создадим очень большой и очень чувствительный прибор. Первые удачные эксперименты в середине 60-х годов были затеяны, и уже к середине 70-х было ясно. Нейтрино от Солнца прилетает. Для этого были созданы под землей туда, куда кроме нейтрино вообще никто не может пробиться. Огромные резервуары с веществом достаточно чувствительным к потоку нейтрино. В основном это ядра хлора. Под действием нейтрино хлор превращается в аргон, причем в радиоактивный изотоп аргона, который можно выделить. И буквально из этого гигантского резервуара по одному атому аргона замечательные физико-химики, вот Дэвис, например, немецкий физико, ну, химик, собственно, доставал оттуда и доказал, что от Солнца летят нейтрино. И это была большая удача. Мы поняли, что нейтрино говорит нам о происходящих в недрах Солнца ядерных реакций. Но что она нам говорит? Что их меньше, чем должно быть по теории. Дэвис зарегистрировал поток втрое меньший того, который предсказывала теория ядерных реакций. Это была большая проблема для астрофизики. Я хорошо помню те годы, когда физики говорили нам, астрономы, вы не знаете, что происходит в недрах Солнца, потому что оттуда слишком мало нейтрино прилетает к нам. А мы тихонечко намекали физикам, а может быть, вы не знаете, как устроена нейтрино. Ну, что вы говорили физики, мы-то хорошо знаем свойства нейтрино. Но это частица без массы, летит со скоростью света, а значит, ни во что превращаться не может. Сколько родилось в недрах Солнца, столько должно прилететь к нам на Землю. Ну, действительно, постепенно мы регистрировали поток от Солнца все более чувствительными приборами. Вот один из них, суперкамераканда, это японский большой детектор, гигантский детектор, огромная бочка с кристально чистой водой, в которой нейтрино должно рождать позитроны, а те производить черенковские вспышки, и каждая вспышка вот таким, видите, как их там, много вот этих фотоэлектронных умножителей в круглых капсулах стеклянных. Эта вспышка регистрировалась и показывала даже откуда прилетает нейтрино. Ну, и выяснилось, что не откуда-то там, а именно от Солнца. Вот единственное в истории науки нейтринное изображение Солнца. Правда, если поместить само Солнце на эту фотографию, это была бы маленькая черная точка в середине яркого пятна. Конечно, нейтрино четкого изображения нам не демонстрирует, но оно показывает. Мы, мы, то есть частицы нейтрино, летим именно от Солнца, но нас мало. Наконец, были сооружены специальные детекторы нейтрино, которые решили эту проблему. Выяснилось, что в природе, кроме электронных нейтрино, которые рождаются вне дар Солнца, существует еще два типа нейтрино, а именно меонная и таунейтрино, которые вообще-то должны были жить сами по себе, но оказалось, что они взаимно превращаются. Родившись как электронная, по пути к Земле часть нейтрино превращается в меонная и в тау, и до нас долетает электронных в три раза примерно меньше, чем должно быть, но детекторы, способные регистрировать все три типа, показывают, что в сумме их как раз столько, сколько должно рождаться в недрах Солнца. Кризис в астрофизике закончился, и начался кризис физики элементарных частиц. теперь физики работают над теорией, которая должна объяснить, почему у нейтрино есть масса, какова она, мы еще не знаем какова, но уверены, что она есть, и как происходит превращение одного сорта нейтрино в другое. Кстати говоря, в нашей стране одна из самых мощных нейтринных лабораторий. Она находится на Кавказе, в недрах гор, вот перед вами несколько фотографий, и там один из крупнейших детекторов нейтрино, который один из немногих впервые в 1987 году зарегистрировал нейтрино не только от Солнца, а от взорвавшейся далекой звезды сверхновой. Это было очень важное открытие. Чем больше объем нейтринного детектора, тем больше вероятность поймать такую частицу. Конечно, можно строить большие бочки, что обычно физики и делают. Но ведь можно использовать природную среду, например, использовать огромный объем океанской воды, куда мы помещаем фотоэлектронные умножители, а они ловят черенковские вспышки, рождающиеся под действием нейтрино. Правда, надо найти еще достаточно чистый водоем для этого. Вот один из таких это Средиземное море, там на глубине трех километров европейский нейтринный телескоп расположен. А другой, наверное, еще более чистый водоем, это наш любимый Байкал. И там зимой уже не первый год опускают специальные стринги, такие струны, на которых подвешены фотоэлектронные умножители, один из них вы видите, стеклянная такая круглая колба. И Байкал, или часть Байкала, примерно объемом в кубический километр, становится большим физическим прибором, нейтринным детектором. Но ведь вода бывает не только жидкая, она может быть и твердая в виде льда. И сейчас на южном полюсе в Антарктиде работает другой нейтринный телескоп. Там прямо в лед внедрены такие же фотоэлектронные умножители, а лед на большой глубине он очень прозрачный. Он не такой, как у нас на катке белый непрозрачный лед, а под действием большого давления выше лежащих слоев и он становится как идеальное стекло, ну или как чистейшая вода вне Даркбайкала. И лед на большой глубине тоже позволяет регистрировать такие вспышки. Вот такие гигантские нейтринные детекторы сегодня работают по всему миру и регистрируют разного типа нейтрина, прилетающие от разных источников. И недавно были найдены потоки нейтрина от внегалактических, то есть от далеких галактик, скорее всего от активных ядер этих галактик, но пока мы еще только начинаем это изучать. А нейтрина при взрыве звезд, это уже почти очевидная вещь, уже неоднократно, дважды по-моему, наблюдали нейтрина при взрыве сверхновых звезд, и они рождаются в импульсе и несут большую информацию о том, почему, по каким физическим причинам звезда, массивная звезда взрывается. Ядр галактик, в которых черные дыры заключены тоже рядом с собой организуют очень мощный такой плазменный котел, где тоже при высокой температуре могут рождаться нейтрины, и скорее всего именно их мы и наблюдаем. Ну и наконец разговор подходит уже к самому сложному, к самому непонятному, к самому неочевидному, что было открыто в последние годы, это к темному веществу и темной энергии. Темное вещество обычно по-английски называют duck matter, и я советую не переводить это в лоб как темная материя, потому что на русском языке слово материя имеет разнообразные смыслы, а мы-то понимаем, что это вещество, просто что это за вещество, какого типа частицы слагают это вещество, физики пока не знают. Как мы об этом вообще узнали? Это чисто астрономическая работа. Галактика большая куча звезд. Мы можем наблюдать за движением звезд, за орбитальным их обращением вокруг центр галактики и таким образом вычислять массу сосредоточенную внутри орбиты этих звезд. Что мы ожидали, наблюдая звезды на периферии галактики? Что их скорости движения по орбите будут все меньше, 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 как в Солнечной системе. Меркурий быстрее всех бегает вокруг Солнца, какой-нибудь Плутон медленно-примедленно, потому что он далеко от Солнца и притяжение там слабое. Но выяснилось, нет, выяснилось, что скорость вращения звезд по орбитам в галактике остается постоянной даже там, где уже ничего не видно, где вообще и галактики-то по сути нет. Значит, там есть какое-то вещество, которое имеет притяжение, создает его, но само не проявляет себя ни в оптическом, ни в радио, ни в гамма, ни в каком другом диапазоне. И если бы мы это вещество увидели, темное вещество, то наша галактика выглядела бы вот так. Маленькая звездная сердцевинка и гигантская область вокруг нее, заполненная чем-то, природа чего, мы пока не понимаем. Но хотелось бы в этом разобраться. Вот вот так галактика видна астрономов телескоп, а вот так мы ее представляем мысленно, потому что понимаем, что ее периферия, ее огромное гало, протяженное, очень протяженное, заполнено темным веществом. Но это не единственный факт, который говорит о темном веществе. Например, в скоплениях галактик оно тоже есть в большом количестве и проявляет себя тем, что лучи света, проходящие сквозь скопления галактик от далекого источника к нам искажаются под действием притяжения к темному веществу. Это называется эффект гравитационного линзирования, ну или просто гравитационной линзы. И это мы видим, мы видим искаженные изображения далеких объектов, а искажены они были отнюдь не притяжением тех звездных тел галактик, они очень маленькие, а притяжением окружающего их невидимого темного вещества. Или еще один факт, распределение галактик в пространстве, оно очень неоднородное, мир заполнен галактиками примерно так, как пчелиные соты заполнены воском, стенки, камер, где находится мед, плотные, а внутри почти ничего, ну пока нет меда, вообще ничего. Вот такая сотовая структура нашего мира говорит о том, что она каким-то образом должна была образоваться под действием притяжения невидимого темного вещества. Хотелось бы его обнаружить. И физики строят для этого разные приборы, основанные на разных принципах, потому что есть разные гипотезы о том, что же такое темное вещество. Это скорее всего какие-то элементарные частицы пока не ясной природы. Ну знаете, в истории физики такие случаи были. Нейтрино было предсказано, а практически обнаружено только через 30 лет. Темное вещество, мы чувствуем его существование, а вот уже я думаю около 50 лет, ну по крайней мере 40 лет последних не можем его обнаружить. Вот перед вами одна из установок, созданных новосибирскими физиками в Институте ядерных исследований и совместно с итальянскими коллегами они разместили эту установку глубоко в горах Гранд Сосо, это в Альпийских, в итальянских Альпах, такая подземная лаборатория, и там на новом принципе пытаются поймать частицы темного вещества, когда оно будет сталкиваться с обычным веществом. Вот тут рядом со мной и сейчас рядом с вами и вообще в любом месте на Земле постоянно летают частицы темного вещества. Кроме тех нейтрина, которые пронизывают нас, летя от Солнца, есть еще частицы темного вещества, заполняющего всю Вселенную. Обидно, но мы пока не можем их поймать. И вот такие физические приборы должны это сделать. А если не сделают эти, создадим другие, более чувствительные. Но обязательно их поймаем. И последнее, самое загадочное, темное энергия, dark energy, и мы ее по-русски тоже называем темная энергия и понимаем. В данном случае слово темное говорит не о черноте цвета, не о способности что-то не излучать, а просто о том, что мы не понимаем сущность этого явления. Темное, dark, значит, непонятное, неисследованное, неясное. В этом смысле русское слово, знаете, как темное это дело говорят иногда. Вот темное дело с темной энергией. Как она себя проявляет? Мы знаем, что мир галактик расширяется. Он расширяется с начала, которое физики называют большим взрывом или сингулярностью, или началом времен, но мир расширяется, и значит, как-то это расширение должно было меняться. Долгие годы мы думали, что оно замедляется. Естественно, так было думать, потому что один раз брошенные тела под действием притяжения друг к другу должны замедлять свой полет, так же, как камень, брошенный вверх, постепенно замедляется, иногда даже падает обратно. Но выяснилось, что это не совсем так. После Большого взрыва, когда вещество было очень плотно упаковано во Вселенной, оно действительно своей гравитацией замедляло расширение нашего мира. Но начиная примерно с половины возраста нашей Вселенной, то есть 7-8 миллиардов лет назад, какая-то сила переборола гравитацию и начала ускорять расширение, расталкивать галактики, заставлять их с ускорением удаляться друг от друга. Факт ускоренного расширения Вселенной практически астрономы уже подтвердили многими разными способами наблюдения. А что заставляет расширяться мир с ускорением мы пока не знаем. Это открытая и довольно сложная физическая проблема. И вот как устроен наш мир на сегодня. Мы его сегодня представляем так. Всего лишь 5% нашего мира, его энергии и вещества сосредоточены в звездных планетах, межзвездном и межпланетном газе. В общем, в тех сущностях, которые мы в лаборатории уже хорошо изучили. Еще примерно 27% нашего мира это масса темного вещества. Оно довольно понятно нам. Оно ведет себя так же, как прочие виды вещества, притягивает к себе, но вот не проявляет себя никакими излучениями. Но еще 68%, то есть большая часть нашего мира, это энергия темная, совершенно непонятная для физиков сегодня. Есть лишь гипотезы и нет никаких способов, кроме астрономических. ее изучать. Я рассказал то, что успел за это время, но напомню вам, что иногда я пишу книги о том, о чем рассказываю, и в данном случае тема нашего сегодняшнего, нашей встречи, она как раз совпадает с книгой, которая должна выйти вот-вот, я ее тоже назвал «Темная сторона вселенной», я думаю, к тому моменту, когда вы будете смотреть эту лекцию коротенькую, книга уже появится на прилавках, и вы ее сможете купить, там точнее, больше и интереснее написано о том, о чем я вам старался сегодня рассказать. До следующей встречи!